ребят всем привет подошел на стрим продолжаем сегодня страдать в дарт в мод пираты с юбер алис за пруссию вот сегодня вторая попытка вчера не очень это получилось поставил я немножко сабмодов на всякие звуки эффекты взрывов и так далее да не так то просто играть за пруссию особенно в этом моде все города укреплены элитными гарнизонами после взятия города обильные восстания причем элитными войсками порой то есть каждый город нужно удерживать сильным сильной армии вот не считая что на вас еще будут наступать орды противника поставим поставим сложность кампании максимальной сложность сражений высокую вот как советуют авторы мода короткую 15 областей нам надо завоевать концу 1750 года начинаем привет всем ребят зизир мрак абакан мотал всем привет привет ака сейчас попробуем немножко по продуманней действовать то есть не объявлять войну а лишь бы чтоб там земельку взять как вчера повелся я на это дело думаю если польша развалилась значит саксонию можно атаковать протокол саксонию объявила войну австрия польша через курляндию приперлась курляндия это их вассал потом еще из саксонцы по подняли восстание и отняли этот город короче все про все было потеряно так давайте сразу первые действия такие первого звуков дворянина университет военную доктрину леопольда первого сразу же изучим публичный дом снесем никаких профурсеток построим там школу сразу же наверное в экономику двинем давайте сюда запилим крестьянские фермы консерватория но в принципе можно консерваториум сколько полтора полторашка на первом ходу думаю никто мне войну не объявит давайте дом ткача и и заключим торговые соглашения совсем со всеми с кем можно так 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 мне вот интересно шведы с кем они дружат с османами не хочу ссориться со шведами они в принципе шведы с англичанами неплохо себя ощущаю давайте заключим торговые соглашения со шведами с великобритании великобритания с османами не очень ха ха никаких предбутывает никаких по ним в профурсеток время военное так шведы и великобритания нейтрально относятся к португалии давайте с португалии еще перехлёстов не было так сколько у меня еще осталось торговых путей чтобы еще что еще можно так шведы 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 совой нет свой скорость ну тут турки турки можно с турками не с турками наверно не будем может с персами или с индийцами давайте с индийцами все да все морские торговые пути мы заключили осталось наземные странно почему я не могу заключить торговые соглашения с с аксонии почему не могу а могу нет военный союз она предлагает не давай без военного союза уже так не не хочу с военным союзом так австрия австрия не хочет ну все все сделали в принципе давайте завершим ход по армии по армии 9 фунтов очка содержание 190 210 на опа пока пока ничего не будем давайте завершим посмотрим что произойдет до новая игра я поставил немножко модов сверху на красоту всякие звуки выстрелы дым так далее решил заново тем более что вчера неудачно начали поляки что то совсем обалдели предлагают махнуться не глядя восточную пруссию на западную поменять пруссия стартует с очень слабым военным потенциалом нет регулярной пехот у нее линейные пехоты не отсутствует кавалерия отсутствует хорошая на все это нужны годы реформ так военная технология нас изучена пруссия и австрия союз расторгнута австрийцы с нами расторгли союз так что будем потихонечку наращивать военный потенциал так про форсеток мы снесли школа стоит 6 косарей неплохо я также и 8 ходов будет стране но я подожду 6 косарей я подожду так хорошо что у нас берлине давайте наймем три отряда гренадер пока что две три пушки вот так вот и завершим ход и будем копить на школу 6000 шведы с датчанами завязались пираты контролируют все торговые пути так способности звания это все хорошо конечно ордена медали так 4 600 ну подождем еще ход что у нас по армии так три отряда гренадер 4 еще 2 2 отряда линейной пехоты поднаймем пока все и 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 катка вообще по-другому совсем началась нежели чем вчера вчера на втором третьем ходу больших государства распадались так июлянский календарь календарь вспомогательные персонажи что у нас в науке сейчас корр и нет корр и не надо давать в турчатый штык изучим пока что ну как как-то так как-то так 5 много армии набирать не будем пока что смысл ее простое мирное время по 240 монет занимают каждый отряд единстве вот этих тоже нубасов надо расформировать ополченцев так священника можно западную пруссию потихонечку перетащить на следующий ход школу построим и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Молдавия возникает, османы, значит, немного потеряли, Куэбла, Шотландцы, Иезуиты, Дикое поле, Рустинская, Британская компания. Отлично. Все-таки большие государства распались, да, немного. Так, ну, отлично. Закладываем школу. Закладываем школу. Шпиону, наверное, отправим смотреть за польским восстанием. Наблюдать, что там будет происходить. Так, и что у нас в правительстве? Тут у нас вроде неплохой был... Да, командующий флотом. Вот его и заменим. Вот, отлично. Хотя, 51-54 года. Ну, денег нет. Довершаем ход. КОНЕЦ КОНЕЦ Трансильвания возникает. И один из генералов у нас приобретает безумного лекаря. Почему поляки... А, это их, наверное, разбили. Они отошли к своей границе. Сейчас посмотрим, что у них творится тут. Варшава была проаткована. Гарнизон весь слился, но город не взят. То есть... На этот раз у них столица держится. В тот раз, по-моему, на втором-третьем ходу уже Варшава была взята. Ладно. Спрячем своего священника в лес. Школа строится. Наверное, заложим еще консерваторию. Вот так вот. 2600 доход. Никудышный совсем. У нас война-то, в принципе, с Исламскими Эмиратами. Можно отправить экспедицию такую пробную. Ну, флот, конечно, дорого стоит. Брик. Легкая галера. 700 монет. А, легкая галера. Ладно, давайте пока. Две галеры наймем. Может, какой-нибудь экспедиционный корпус отправить туда. Небольшой. Или это трата денег будет. Непонятно пока. Непонятно. Смотрите. Нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... дворец. Ну, в общем, непонятно. Так, что у нас в науке? Пока втурчатый штык, ладно, пускай он будет. Уперный театр можно, в принципе, построить. Или все-таки на укрепление накопить? Наверное, укрепим Берлин. Уж слишком часто его атаковали в прошлый раз всякие голодранцы. Посмотрим, что у нас в торговле. Так, Саксония, Саксония, что что со мной? О, согласилась, отлично. Пока не воюем, можно торговать. Лишняя копейка не помешает. Так, ну, что у нас по дипломатии? Так, Османская империя. Вы знаете, я, наверное, все-таки отправлю экспедиционный корпус. Так. Так, так, так. Два брига может заложить. Что-то как-то флот подорожал. Вроде 700 монет недавно стоил. Грузаин. Ерунда. 32-х пушечные. Давайте два 32-х пушечных наймем. И пока все. По мере того, как они будут достраиваться, уже будем нанимать войска. Так, Австрия. Торговое соглашение. Заключаем. Деньги пока нужны. Даже очень. Буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Варшавский союз с Речью Посполитой, здание... С России вступило в войну... Ирландцы образовали государство... Так... Корабли... Два хода осталось... Два хода... Три пушечки, я думаю, поплывут... Гренадеры... Генералам... Наверное, тоже отправить надо будет... И... И... Вершаем ход... И... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Да не тормози ты, ё-моё. Так, ну я даже не знаю, шесть косарей можно вложить в укрепление, Берлин, в общем-то, стратегически важное. Направление удара. Ну, шесть косарей мне как-то жалко. Так, что у нас по живым войскам? Два отряда гренадёр. Ну, три пушки. Ладно, для обороны, в принципе, её хватит. И обороны хватит. Завершаем ход. Сейчас скоро достроится школа и будем изучать вторую науку одновременно. Так, нам объявила войну Австрия. Ну, это вообще круто. Обалденно, как только я увёл войска. Возвращаем, наверное, войска. Смысл. Пропадает теперь. Воевать на севере Африки, если у нас под столицей гарнизон. Австрийские, ещё и поляки мне войну объявили. Ну, вообще круто. Класс. Супер. Какого чёрта, блин? Да, это пират. Пират из Убер Алис. Ранг. Отсидеться не получилось. Варшавский союз, только теперь вся надежда на него. Он там отбивает атаку за атакой. Так, Рея. Торгового соглашения. Понятно, понятно, понятно. Подлые австрийцы, договорились с поляками, объявили мне войну. Блин, флот уже назад не доплывает. Вперёд доплыл дальше, чем назад, может. Отплыть. Офигеть. Офигеть. Так. Где мы, агент? Подведём поближе к Силезии. Да, нет, флот всё равно возвращаем назад. Смысла там нет воевать с этими халифатами. Когда под Берлином уже стоят войска. Вот так вот поднаймём пехоты. Блин, доход всё, сдох. Доход сдох. Так. Крэй изучается, да? Нет, Крэй изучилась. Давайте уходим в линейную пехоту. 19 ходов будет изучаться. Мне нужны регулярные войска. Это всё вольнонаёмные голодранцы бегут при первой же возможности. Так. Всё. Была-не была. Австрийцы атакуют нашу столицу. Решающий бой. Ну вот и постримили, в общем-то, сколько там прошло со стрима. Начало стрима. 40 минут нормально. Я считаю это отлично. Как раз серия на YouTube. 40 минут стрима. Ну ещё 20 минут боя. 1945. 1945-й. Но тут не совсем. Не совсем. Всё-таки на нас австрийцы напали. Те же. Тут. Тут скорее гражданская война. Чем 1945-й. Да. Тут не всё так просто. Самому на Австрию тоже нет резона нападать. Ну, в общем-то, не в этом моде, я бы так сказал. Слишком хардкорный мод. Все города защищены усиленными гарнизонами. И в Австрии много союзников. Полу Европы в Австрии союзников. Мелких княжеств и так далее. Ладно, да нормально сейчас. Попробую отбить. Всё по старой тактике. Сейчас замотим. Так. Это у нас тоже стационарное орудие, да? Так, ну тут, я надеюсь, по-своим-то не будете стрелять навесом. Как раз. Привет, Майк. Тут видишь, в чём дело. Это не ванильная версия игры, поэтому здесь сложно так поступать, как ты пишешь. Я не спорю, что такой вариант тактики может дать какой-то эффект. Здесь очень сложная боёвка и усиленные гарнизоны специально авторами мода. Плюс максимальная сложность кампаний и битв. В общем, это просто быстрый слив был бы. Да, если бы вот так вот я поступил бы, проатаковав сразу Польшу, а потом Австрию. Да и войск нету. У меня вольнонаемная пехота, у меня нет регулярных войск. Сейчас. Куда бы мне эту пушку засунуть? Куда бы мне эту пушку засунуть? Так, ну всё правильно, в принципе, она тут стоит. Я, наверное, эти как раз-таки гренадир возле пушек буду ставить. Даже, наверное, вот так вот поставим побольше. Польша, вот за Польшу я не играл в этом моде. Но знаю, что Польша очень сильный противник. Ну, как противник, только с ним сталкивался. На начальном этапе. Вот, но, учитывая количество врагов, сложно тащить. Согласен. То есть, у него очень такие, на начальном этапе же, пороховая эра тут только... Ну, грубо говоря, не так уж сильно развита. Точность мушкетов оставляет желать лучшего. А у поляков различные крылатые гусары и так далее. То есть, конница ближнего боя отличная. По крайней мере, я, когда воевал против поляков, мне почему-то вот такие войска элитные попадались. Не знаю, как если бы я начал за Польшу. Может, мне и не дали бы этих войск. Но компьютеру почему-то дали. Так, нет, мне не нужна эта фигня. Так, что у нас тут? Галадранцы. Галадранцы будут в центре. Точнее, не в центре, а вот здесь вот так вот стоять будут. Резервы у нас будут находиться. Вот здесь. Охотный полк. Кто еще остался? Два отряда 4-4-4. В центре два отряда. И... Две элитных пехоты. Так, с центра можно передвинуть один отряд на правый фланг. Пошла жара. За Россию прошел АК. На Ютубе можешь посмотреть, что интересно. А хотя ты же был тогда, мы проходили же. За... За поляков я не горю желанием проходить. За Пруссию сложно. Всегда хотел пройти. За Пруссию в том плане, что хардкорно. Воу-воу-воу-воу-воу, ребят. Вас же тут сейчас. Да смотрите, они перед вами. А вот. Да. Где ваши штыки? Да они еще сюда, давайте быстрее. Огонь. Так, пушки. Ну что, пока свободный огонь. Пока нас нигде никто не обходит. Здесь отмена огня. Здесь тоже отмена огня. Сверху переведен на правой фланг. Наверное, здесь случится. Тут картечь. За турков интересно. Согласен. Но я натерпелся за них играть в Наполеоне. Ох, они все отбомбили. Отбомбили. Там, в Наполеоне, там уже турецкая империя, как таковая. Разваливаться по кускам. Ох, как я терпел там от России. Убирают это только. Просто жесть. Ох, хорошо картечь идет, только малоэффективно. Ну, залп, 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 залп. Так, конец. Вперед, вперед. Вводим полки в бой. Формируем тыл. Так, назад, назад, ребят. Куда? Кто из вас отборит, это ваша мать? Встали на место, поделки. Так, гренадеры все отвоевались, блин. Назад. Вводим в бой полки свежие, срочно. Здесь подходим. Ну, ёпта, ну такая битва, блин. Какого черта игра вылетела? Блин, я только вошел в кайф. Привет, лонрус. Привет, ребята. Что-то, блин, чатик улетел так быстро. Сейчас постараюсь пока буду перезапускать игру. Почитать сообщения. Блин, это такой фейл. Вы не представляете, как мне интересно было сейчас играть. Эту битву решающую. Только разгар сечи. И игра вылетела почему-то вообще, бред какой-то. Ладно. Запускаем. Нет, картечь вот в том-то и дело. В ОСАГО. Вот здесь картечь порезана конкретно, пока ты не изучишь элитную артиллерию. Ну, по крайней мере, снаряды и так далее. Картечь почему-то... Ну, как почему-то? Я даже не знаю. Мне сложно судить. В реальности, наверное, она секла мощно. Я не знаю, как картечь работала в 17 веке, какое у нее было качество. Но здесь в игре она снимает вплотную, вплотную я тестировал сегодня утром, 13-12 человек. То есть, когда вот стоит перед артиллерией полностью пехота, дает залп в 4 орудия, и она вот 13-15 человек снимает за залп из 4 орудий. Вот не знаю почему. Так, так что... Да, компьютер тупой, там всегда тупой. Понятное дело. Так, это вот наш, да? Или нет? Нет, это вчерашняя. Шестого, вот у нас, одиннадцатых. Так что картечь пока малоэффективна. Не, я знаю, так специально так сделано. Порезали, порезали, это понятно. Но как порезали? Когда ты изучаешь доктрину, там, доктрины пушечные, там, в общем, потихонечку, по процентам там наращивается урон. Но это все очень долго, и вот к середине века ты уже обладаешь внушительной артиллерии, которая многоэффективна. Но до этого надо дожить. Так, я вот сейчас не понимаю пока, где мой флот. Приплыл он не приутак. А, вот, понятно. То есть, завершение хода, да? Ну, не знаю, будем надеяться, что не вылетит опять. Так-то в ваниле я знаю, что он расхерачивает. Ваниль неинтересно, если честно. Здесь и на начальном этапе, допустим, эффективность мушкетного орудия тоже мушкетных залпов невелика. Так что все круто сделано, на самом деле. Так, я не знаю, что вылетит. Ну, артиллерию еще разовьем, еще страшно, артиллерия-то тихонечку будут развиваться. Так, мне нужны вот эти ребята. Стоп, 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 стоп. Так, давайте все назад. Во-первых, на центральном направлении тут будут пушки у меня стоять. Прикрывать их будут гвардейцы. Гвардейцы раз, гвардейцы два, нет, отмена гвардейцы не будет. Будут прикрывать те, у кого есть баррикады. Вот. Раз. Так, у этих баррикад нет, не будем ставить, потому что тут опасное направление в плане конницы, конных ударов. Гренадеры у нас будут на лесном направлении работать. И прикрывать это все дело будет отряда ближнего боя. Вот здесь, позади пушек. Конницу тоже на этот фланг переведем. Замыкать будет у нас каре. Вот здесь. Ну, в плане пехоты, которая сможет встать в каре на всякий случай. Да, я люблю все стратегии. Парадоксы я играл во все. И день победы 4 жду. Обязательно. Но не всю жизнь играть. Стратегий хороших много, но... Мы все по чуть-чуть играем, стараемся. Так, раз орудие, два орудия. Вот сюда. Сойдет. Так, вот еще одну элиточку вот сюда. С минными. Гвардия, гвардия, гвардия будет прикрывать у нас правый фланг. Так, это кто? Полчение. Давайте гренадерам поставим байкады. Потом отойдем. Так. Что еще осталось? Во-первых, пушки. Все ли поставлены? Еще одно орудие есть, да? Ну, тут основное направление удара, наверное, вот это. Будем плясать отсюда. Все, в общем-то, я расставил. Теперь... Резервы. Так, сюда мины поставим. Перед пушками. И... Всем пушкам пока не стрелять. Мина стрельбы. Потом уведем пехоту. И... Ну, баррикады останутся. Пехоту отведем. И разрешим стрельбу. Единственное, что здесь можно оставить стрельбу. Здесь. Так. И... Резервы, резервы, резервы. Элитка. Ставим вот здесь один отряд элиты. Вот так вот. Поставим. Потом отведем в тыл. Ну, просто, чтобы баррикады оставить. Все. Начинаем бой. Так. Первый... Вот это все назад. Так, вот этот пехотный отряд тоже назад. Так, стоп. Нет. Вот этот. Да ёп. Кто тут из вас ленинная пехота? Конец заходит. Так, сюда быстро ополченцев. Коница заходит во фланг. Бьем в каре. Перестраиваемся. Блин, тут конец зашла. Блин, тут конец зашла. Стопаем в бой. Страиваем. Так, пушкам разрешить огонь. Здесь перейти на картечь. Так, ладно, пока не стреляйте. Перекидываем. Перекидываем. Я надеюсь справится и справится Щемятся По всем фландам Что-то как-то он быстро в этот раз дошел до меня Субтитры добавил DimaTorzok Так, давайте ополчим Блин, эта конница меня задолбала тут по талант бегать Мясо, мясо, мясо Неубиваемая конница долбаная Еще тут 20 человек держатся тут полчаса Так, вводим резерв Правда не знаю куда, в центр В центр Так, это кто у нас? Ополченцы, давайте Да 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 Так, где мой резерв тут был недавно? Был недавно резерв Так, попал Все 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 Выстраиваем Еще у нас в правом фланде Терпят Терпят Это что такое? Пушки Вперед Пушки Терпят 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 Пушки Терпят Немножко Что с пушками? Ядра Вводная атака Так, тут у нас еще перестрелки Вперед копашку край снять разнять помочь пока пашку вводим и будем переводим резервы сух так что у нас здесь все перестроились мы тут ребята погибли конечно но зато мы успели перестроиться так что у нас с артиллерия уральская отлично разбито отлично разбито разбито и отсюда можно выводить поиска переводить их в лес снимаем подразделение так генерал давай поближе сюда фух посидеть посмотреть забито и так что касается тыловых брод бодры значит давать бегом марш так сколько тут лесу осталось сколько тут лесу осталось бакопат ну вот картечь вплотную ударила толку мало так этих сняли можно заходить во фланг А, нет, ещё он с вами. Здесь можно выходить на сюда. Так, ещё мины там сработали. Ох, щас. Ох, хорошо. Ну, двадцаточку сняла. Но это прям идеально по линии. И то это я не автоматически поставил, указал цель туда. Попадать. Прям в линию вот так вот, картечь пролетела вдоль строя. Так, тут мы к тылу настреливаем. Пошло, пошло, пошло дело. Здесь выводим резервы. Так, что у нас тут осталось? Пушка. Переводим всё на правый фланг. Транпы минусы. Всё, поехали. Следовать. В атаку. Не хватит с ним ещё. Не много мы им позволяем стрелять. Всё, поехали. Транпы минусы. Перевести картечь. Правый фланг. Так, что у нас ещё есть? Транпы минусы. Генерала я бы не буду бросать. Так, пушки. Ладно, всё. Не настреливай. Прям на залп взорвался. Всё, вперёд. Поехали. Сносим, сносим, сносим. А нет, они дробные. Всё, бегут. Давайте генерала немножко. Постреляем. Пушки всем от минусы. Немножко постреляем. Слишком сложно мне будет отбиваться от этих всех спамов. Поэтому не дадим им особо отступить. А, тут уже холм. Ладно, завершаем. Фух. Вот это битва. Это я понимаю. Да, так и получилось. Немножко эстеризма отыграли. Но я всегда так уже под конец битвы делаю. Если есть огневая мощь, то стараюсь отыгрывать через мощь. Если уже всё подавлено, то смысл перестреливаться. Штыковая. Разбили мы австрийцев и наш экспедиционный корпус как раз таки подплывает. Будем высаживаться и в бой. На Силезию. На Силезию. На Силезию.